Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о таких бритвах, как Fox Cutlerico. Ну, вернее, Fox Cutlerico это название компании, которая производила эти бритвы в Америке. Ну, и сами бритвы делались под торговой маркой лисицы Fox. Бритвы эти той эпохи, когда в моде была охота на лис, сейчас ее запретили, даже в Англии никто этим не занимается. Но в США в конце 19 века, в начале 20 века этот вид спорта был очень распространен. С ним связаны старые традиции еще со времен 16 века Франции, Англии. Ну, и в США, естественно, это тоже дело перекочевало. И когда был бум на опасные бритвы, один из производителей решил, ну, не то чтобы для охотников выпускать такие вот клинки, но, так сказать, в дань традиция, он создал такую торговую марку Fox с лисицей. И под ней выпускались как первые самые станки Г-образные, ну, типа Wilkinson Ford или Rolls Razor, так и классические клинковые бритвы. Ассортимент там был огромный. У меня в коллекции лишь одна из моделей этого производителя. Ну, на самом деле, их было очень много, там больше 20 разновидностей бритв, которые различались номерами. Ну, вот можно видеть, у меня, наверное, здесь номер 44, а там были буквально там с пятого номера по 190, 191. Ну, естественно, не каждая бритва с каждым номером, но там штук 20 разных было. Разница была в ширине полотна, в выборке, в оформлении ручек. Это были очень красивые бритвы. В интернете можно встретить самые разные варианты их дизайнов. Я это все чуть позже покажу. Вот, сама компания принадлежала изначально такой вот, как бы, самой компании Fox с Катлерикой изначально не существовало. Была компания Кюллер и Шмидт Катлерико. Это была американская компания с заводом в Германии, в Золингене. Они делали опасные бритвы, привозили их в Америку и со своим клеймом продавали. Можно в интернете тоже встретить эти бритвы. Кюллер и Шмидт Катлерико. Они немножко проще оформлены, но именно они с таким клеймом впервые были, со значком Лисы. То есть, была просто торговая марка Fox, которая использовалась еще с 1884 года. Они ее запатентовали и использовали для своей продукции. Известно, что один из партнеров компании Кюллера Шмидт, непосредственно Лотер Шмидт, он придумал Г-образный станок именно своей конструкции. Он его запатентовал и продавал в Америке под точно такой же торговой маркой Fox Лисица. Примеры этого станка я покажу. Вживую я его не видел, но на картинках выглядит довольно интересно. Плюс там были очень красивые такие подарочные комплектации с аккуратно оформленной коробочкой. Там тоже можно видеть Лисицу в качестве второго знака. И, насколько я знаю, этот Шмидт, он вплоть до 1910 года занимался станками, даже когда Кюллеры Шмидт распались. А вот эти вот бритвы Fox клинковые, они стали делаться в компании именно Fox Cutlerico. Она так и стала называться. Кюллеры Шмидт распались, возможно, это непроверенная информация, но, возможно, они распались в 1892 году. Продали бизнес некоему Кенкелю. И этот Кенкель в городке Милуоке, это тоже США, основал компанию Fox Cutlerico. По некоторым данным, она официально была основана еще в 1915 году. Но, на самом деле, бритвы именно такого типа, именно с таким клеймом, они встречаются в прессе, в рекламе с 1894 года. 1992-1994 год, это первое упоминание этих бритв, первая их реклама. И вот эта вот компания Fox Cutlerico, у нее был такой вот интересный логотип. Я его еще и вставкой покажу отдельно. Ну и вот на бритве можно видеть на клейме само название Fox Cutlerico. И на букве О, последней, идет такая завитуха под всей надписью обратно влево и заканчивается таким длинным хвостом. Также можно видеть на клейме, что это Zollingen, Германия. То есть все бритвы, вплоть до 1955 года, а это именно тот год, когда распалась компания, они все делались в Zollingen и привозились в Америку для своего рынка. Вот. С обратной стороны у меня лисичка, торговая марка Fox, лиса. Trade Mark Fox, бегущая лиса. Вот. Как я уже говорил, моделей было много. Моя модель это номер 44. Вот на Erle можно видеть две цифры 44. И у меня к ней есть футляр, но футляр мне родной. Футляр от 99 бритвы. Ну, оформлено очень красиво. Здесь точно такая же надпись с таким же стилизованным хвостом лисием, как и на клейме. Ну, и здесь можно видеть, что этот футляр от модели 99. Пример 99 модели я тоже покажу. Она немножко по-другому выглядела, чем моя бритва. Вот. Ну, и здесь на жопке футляра можно видеть, что это Trade Mark Fox. Такой вот он. Сделан из картона, прессованного, скорее всего, под кожу оформлен. Вот. Также интересны ручки на этих бритвах. На ручке здесь также можно видеть лису бегущую. Вот. Красиво выполнено, скорее всего, методом тиснения. Ручка сделана из эбонита. Вот. Ну, и сама бритва, по всей видимости, это самое начало 20 века, 1900-е годы, когда их начали массово производить и поставлять в магазины по всей Америке. Что интересно, в отличие от многих других ручек с эбонитовыми и бакалитовыми ручками, здесь клинышек родной из олова. Вот. Ну, и родные пины, по всей видимости, латунь. Или даже сталь. Пины я не менял. Тут все в оригинале. Бритва имеет довольно интересный дизайн. У нее такой изгиб полотна. Как бы она вроде как прямоугольная, прямоугольная, как классические американки. Но здесь можно видеть такое плавное сужение к пяточке, там, где ступенька стабилизатора. Ну, и сама такая горбинка, наверное, хвостик. То есть, в дизайне бритв они тоже, ну, пытались повторить или лисий хвост, или, я не знаю, с расширением к носику, с сужением к пяточке. Вот. Бритва имеет такие стандартные параметры. Покажу рядышком. Здесь где-то 5 восьмых. Выборка наполовину. Хотя в рекламах того времени они писали, что это фул холограунд, то есть полная выборка. Ну, тогда представления о полной выборке были немножко не такими, как сейчас. Поэтому это считалось полной выборкой. Но на деле здесь можно видеть, что аккуратно половину снят металл по бокам. Вот. Носик не граненый, просто прямой. И, как на всех американках, на большинстве американок, скос такой, фаска снята именно по углу носика. Вот. Внизу. Носечек нету. Вот. Ну, бритва замечательная. Она очень удобная в бритье. Обритье еще чуть позже расскажу. И вот самой компании еще хотела рассказать. Там, получается, она же перешла вот этому человеку кенькелю в 1892 году. Вроде бы как он ее перерегистрировал еще раз в 1915 году. Все в том же Миловоке, штат Висконсин. И компания просуществовала до 1955 года. После этого ее, вроде как, выкупили более крупные. Торговые представители компании Швайзер Катлерико. Это 1955 или 1956 год. И, насколько я знаю, они тоже выпускали немножко клинковых бритв. Они назывались Black Fox или Oak Fox. То есть, там два вида было. Но примеров я пока что не нашел именно этих бритв. Видимо, их делали очень мало. Они были непопулярны. Да и тогда уже эпоха опасных бритв подошла к концу практически. Поэтому даже в интернете они практически не встречаются. Вот. Что интересно, бритвы, как я уже говорил в начале, Fox, Катлерико, они шли с очень разными ручками. Это был такой сегмент, средний плюс, даже ближе к высокому. Встречаются самые разнообразные виды, дизайны, стилистика самая разная в ручках. Сейчас вот покажу парочку примеров. Вот. Одни из самых красивых ручек, которые я находил, это с такими набалдашниками на обеих пинах. Вот. Тоже с изображением лисы, с тиснением. Были ручки полностью инкрустированные тиснением. Там тоже была лиса. Были ручки попроще. Вот. Но ассортимент, повторюсь, был очень большой. Также был большой ассортимент и по самим формам клинка. То есть там были круглые носики, прямоугольные носики, ширина полотна. Там буквально от 3,8 до 7,8. То есть они выпускали довольно крупные клинки. Хотя примеров таковых я не нашел в интернете. Но, опять же, в рекламах того времени можно видеть, что они предлагали вплоть до 7,8. Также покажу примеры. Интересно, что у них было очень много филиалов по всей Америке. Они назывались Fox Cutlery Shops. То есть магазины. Магазины от этой фирмы, фирменные были. Они предлагали там полный ассортимент не только бритв. Они еще и занимались ножницами, ножами, кухонными, мясницкими, карманными ножами. Кстати, вот этот человек, Лоттер Шмидт, который придумал эту торговую марку еще в конце 19 века. Он же запатентовал Fox Pocket Knife. Нож карманный, складной. Тоже с этой лисой. Так что ассортимент был очень большой. И это одна из немногих американских компаний, которая на то время предлагала услуги по переточке бритв. То есть по заточке, по реставрации бритв. А также они занимались заточкой лезвий. Начиная от простых лезвий того времени. Самых первых лезвий для жилет станков двухсторонних. ДЕ лезвий. Заканчивая более сложными, там, вот этими Г-образными лезвиями. Ну и клинковыми бритвами. Причем, что интересно, цена на заточку обычных лезвий была там в районе, по-моему, 2 цента. С заточкой более сложных лезвий для Dürkheim Duplex. Были такие аппараты типа шаветок и станки они выпускали. А вот заточка таких лезвий стоила 4 цента. А заточка клинковой бритвы стоила 25 центов. То есть вот так вот они оценивали свои услуги. Также еще интересно, хотел показать бритвы Foxcat для реку. Встречались во многих каталогах. Вот, если посмотреть каталог немецкий за 70-е годы, в нем можно видеть целый набор этих бритв у человека. На стоимость можно внимания не обращать. Это базовые цены 70-х годов, которые еще надо множить на разные множители. Ну, в общем, были самые разные варианты. Кстати, да, забыл сказать изначально. Полотна были с гравировками иногда попадались. Например, The Celebrated Fox на полотне была подобная гравировка. Тоже, кстати, номер 44, как на моем экземпляре. Вот. Ну, в общем, самого разного типа они встречались. Вот. Также я покажу, наверное, отрывок ролика. Сейчас сюда вставлю. Ну, и прежде расскажу. То есть, лесу, как торговый знак, использовали еще некоторые компании. Они не были связаны с Fox Cutler Rico, да и сам этот Шмидт, который выдумал этот знак, для американского рынка тоже вряд ли был как-то связан. Ну, в общем, был такой производитель английский, как Фредерик Финней, после него был Бингхэм. Вот. Они имели в своем ассортименте клинковых бритв, которые они производили, такую торговую марку, как Тайлихо. Тайлихо переводится как Атуево. То есть, ну, на охоте тоже использовали этот возглас для собак, чтобы они кидались на лис. Ну, собственно, начинали гон. Вот. Там тоже использовалась на клейме лиса. Она немножечко по-другому изображена. Вот. Но важно не путать то, как она изображена здесь. То есть, это совсем другая торговая марка Fox Cutler Rico. С той лисой, которая изображена была у Финнея и Бингхэма. Тут тоже были интересные бритвы по-своему. Вот. Но совсем от других людей. Вот. Ну, собственно, по бритве, по самим бритвам. У меня уже были эти бритвы, я их продавал. Вот это вот одна из бритв из моей коллекции. Я ее не продаю. Просто вот решил о ней рассказать. В бритье они очень хороши. Сколько не пробовал. Конкретно вот своей бритвой несколько раз брился. После того, как ее восстановил. Рез отличный. Немножко агрессивный. Но вот ко второму бритью эта агрессия практически полностью сходит на нет. И... Ну, она становится такой довольно мягенькой. Но при этом рез ощутимый. То есть, для тех, кто любит именно не прям такой вот суток, Супер мягкое бритье. А бритье с такими ощущениями. Ну, вот как. Ты чувствуешь, что ты срезаешь щетину. Плюс, кстати, бритва поющая. Щетина у нас срезается такими звуками тоже соответствующими. Довольно звонкая. Вот. Для тех, кому нравятся вот эти вот ощущения реза поющей бритвой, Им такая бритва, ну, очень подойдет, очень понравится. Плюс тут довольно универсальные параметры. Выборка половинная. Длина стандартная. Там в районе 7, чуть меньше. Ширина 5,8. То есть, это самое, что ни на есть, такая классическая, универсальная клинковая бритва. Вот. Ну, и что интересно, да, оформление. Охотникам такое, я думаю, очень понравится. Конечно, сейчас, тем более в наших странах, охота на лис не так развита, Как это было раньше в Англии, да и в Америке. Вот. Раньше это было целой традицией, целым ритуалом. То есть, ну, кто в курсе, тот знает, что даже лис как бы на этой охоте, ну, не убивали. Разве что собаки их задирали. Там сама суть была в самом мероприятии. Загнать лису, загнать ее в нору. Можно было целый день скакать. Это было интересно, весело. Вот. Ну, хоть сейчас и этим практически никто не занимается. Вот, насколько я знаю, в Англии в 2005 году полностью отказались от этого вида спорта. Это было признано именно спортом. И в 2005 запретили проводить эти мероприятия по охоте на лис. Но в США кое-где еще, ну, на наш 2019 год сейчас еще такие мероприятия проводятся. Ну, там немножко другая охота, начиная с гончами, там, своя специфика. Вот, поэтому я думаю, такие бритвы много кому подойдут. Интересные вещи, если где-нибудь увидите. Очень рекомендую. По своим режущим качествам вещь отличная. По визуальному исполнению, по дизайну, ну, я считаю, вообще прекрасная. Таких бритв, конечно, было не очень много. Но, если что-то подобное попадется, рекомендую. Все, собственно, на этом все.